Сделать образование доступным, увеличить количество бюджетных мест. Этой теме президент России Владимир Путин уделил огромное внимание во время ежегодного послания Федеральному Совету. И касается это, конечно же, всей страны, но сейчас мы поговорим об этом в рамках нашей республики. А поможет нам в этом Владимир Курьянов, проректор по академической и административной политике Крымского Федерального Университета имени Вернадского. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, ну хватит ли на всех бюджетных мест? Вы знаете, на всех никогда ничего не хватит, и в этом на самом деле нет никакой необходимости. В моем понимании увеличение числа бюджетных мест, во-первых, должно идти в зависимости от потребностей экономики. Потому что если мы на все направления подготовки и специальности сразу начнем увеличивать бюджетные места, то мы получим традиционную картину перепроизводства кадров. Поэтому, естественно, что, и я думаю, что федеральное правительство об этом тоже знает, не хуже нас, как минимум. Вот. И я думаю, что увеличение бюджетных мест будет идти прежде всего там, где потребности социальной сферы экономики наиболее высокие. Это медицина, точнее, вся система здравоохранения. Это, безусловно, система образования, подготовка кадров для всех ветвей образовательной системы. И, как мне представляется, это инженерная сфера, подготовка инженерных кадров, но современных инженеров, которые нужны цифровой экономике сегодня. И, соответственно, если говорить о нашей республике, то я бы сделал еще упор на аграриях. Безусловно, на аграриях, потому что это одна из важнейших сфер, которая определяет экономическую безопасность страны в целом и жизнедеятельность любого региона в частности. А скажите, по поводу аграрий. Раньше была такая потребность, ну, то есть раньше было меньше мест для агрария, потому что сейчас действительно стоит очень острый вопрос, особенно в нашей республике Крым. Если брать во внимание развитие все-таки многих областей. Ну, давайте мы определимся со словом раньше, да? Я могу сказать одно, что после распада Советского Союза количество бюджетных мест системно снижалось. Оно снижалось и в тот период времени, когда мы были в составе Украины. И эта же тенденция наблюдалась в том числе и последние годы в Российской Федерации. Поэтому здесь ситуация заключается в том, что нужно, опять же, понимать, где и какие кадры в сфере сельского хозяйства нам понадобятся. Не просто производить, извините за такой технократический термин, агрономов, агроинженеров, еще кого-то. Опять же, это нужны новые кадры для нового сельского хозяйства. Сегодня с мотыгой и лопатой мы продовольственную безопасность страны не обеспечим. Сегодня существуют принципиально новые технологии в этой сфере. И мы должны готовить кадры уже в этой парадигме, а не оставаться там в ситуации 30, 40, 50 лет назад. Правильно я понимаю, что в первую очередь это связано с развитием технологий? Безусловно. Поэтому здесь я сказал бы не только о увеличении количества бюджетных мест или о современной подготовке кадров, но и параллельно о организации в каждом университете современных научных исследований. Скажем, Крымский федеральный университет в этом смысле имеет очень хорошую базу и очень хорошие перспективы. В том числе и в области сельского хозяйства, безусловно. Если говорить об иностранных студентах, им предполагаются бюджетные места? Бюджетные места иностранные студенты получают и так, я вам могу сказать прямо, потому что есть способ набора в университеты иностранных граждан через систему Россотрудничества. Кроме того, все граждане, которые иностранные, которые считаются соотечественниками, а есть четкое определенное понятие юридическое, кто такой соотечественник, имеют право поступать на бюджетные места. Все остальное зависит уже от успешности сдачи ими вступительных испытаний. Итак, практически все уже условия созданы для того, чтобы, как говорится, учиться, учиться и еще раз учиться товарищ. Поэтому задумывайтесь, набирайтесь знаний, готовьтесь к следующему году учебному, потому что нынешний уже все-таки идет, и в перспективе, возможно, больше у нас будет места, потому и будет легче получить образование. Ну а вам, Владимир Олегович, я хочу выразить огромную благодарность за то, что это утро вы встречаете в нашей компании. Так рано все-таки встали и пришли донести хорошие и приятные вести. Нашим телезрителям хочу напомнить, что сегодня это утро вместе с нами встречал Владимир Курьянов, проректор по академической и административной политике Крымского федерального университета имени Вернацкого. Ну а мы продолжаем наш эфир, и давайте посмотрим, что же интересного происходит в интернете.